добрый день глубоко уважаемые коллеги значит решите представить вам настоящий доклад возможно он больше будет носить характер более иллюстрая иллюстративный нежели ультра научный и целью его является показать так скажем пользу полезность совмещенной позитрон-эмиссионной и компьютерной томографии в диагностике рака легкого и начать бы я хотел вот с таких так скажем показаний междисциплинарных консенсов которые периодически появляются значит да сразу хочу оговориться в основном я буду говорить о исследовании с радиофарм препаратом в тортозоксиглюкоза потому что ну на настоящее время до сих пор он в целом остается таким достаточно базисным радиофарм препаратом на в онкологии и вот в правой части таблицы мы видим цифры вот цифры 1 а б это так скажем обоснованность по степени обоснованности да вот единица это обоснованное назначение пэдкатэ при указанных нозологиях и вот если мы будем говорить о раке легкого да то обратите внимание да значит вот и дифференциальная диагностика легочной патологии вне зависимости от степени риска для оперативного вмешательства да и n стадирования и м стадирования и поиск рецидива заключения рецидива и контроль лечения все относится к группам 1 1b и 2 то есть достаточно высокая даже не то достаточно крайне высокая степень обоснованности назначения пэдкатэ совмещенного пэдкатэ исследования таким образом суммируя так скажем вот эту таблицу мы можем говорить о том что пэд диагностики рака легкого выполняется для диагностики солитарного узла легкого для н.м. стадирования рака легкого при контроле лечения для рестадирования и для этого совершенно краем коснуть для планирования лучевой терапии в так какая же польза да в что дает позитронный миссионный совмещенный пэдкатэ в так ну современном давине так как моно пэд аппаратов уже в общем-то в мире не осталось да все аппараты сейчас это гибридные установки в диагностике солитарного узла вот пример выявление узла в левом легком когда при выявлении такого узла встают следующие вопросы да это образование доброкачественное мы займем в ожидательную позицию будем выполнять динамическую компьютерную графию другое это злокачественное образование и пациент будет направлен на биопсию другое я не знаю рекомендую пэд с глюкозой и в случае негативного пэд с глюкозой на скорее всего не буду подвергать пациента биопсии вот выполнена совмещенное пэдкатэ исследования значит при котором определена гиперметаболичность узла с но достаточно невысоким специфичным показателем стандартизованного уровня захвата 4.1 данном случае да то есть и мы этому образованию присваиваем повышенный риск злокачественности в данном случае до пользы так скажем позитронной миссионной томографии явилось то что мы охарактеризовали этот узел как вероятно злокачественным другое так как я буду говорить об этом позже так как пэдкатэ исследования безусловно проводится в основном в режиме холлбоди все тело да не найдены других гиперметаболических фокусов и выполнены таким образом стадирование по n&m критериям и как следствие да вот пациент отправлен на торкотомию у пациента выявлено аденокарцинома и она же сразу же и стадирована при выполнении данном случае пэдкатэ исследования другой пример выявлено образование в правом легком выполнено пэд пэд исследования где мы не получаем совершенно никакого захвата радиофарм препарата глюкозы данным образованием и значит в случае глазки границ образования возможно злокачественность образования в данном случае при компьютерной томографии составляет 25-30 процентов полученный в данном случае ответ при пэд с глюкозой уменьшает этот показатель то есть мы не стремимся до к абсолютным цифрам но все-таки отрицательный захват то есть отсутствие захвата радиофарм препарата улучшает прогноз доброкачественность да да еще на до 2 5 процентов при размерах образования свыше полутора сантиметров на и в данном случае полученный результат позволяет применить выжидательную тактику и проводить динамическую компьютерную томографию другой пример образование в правом легком выполнена пэд кт получен невысокий уровень захвата радиофарм препарата но он тем не менее небольшой есть выполнена здесь данный центр методика отсрочного сканирования и мы получаем увеличение на порядка 20 25 процентов уровня захвата глюкозы что по результатам многих исследований ну и нашим в том числе безусловно не является абсолютным мерилом качество образования но с определенной степенью вероятности может свидетельствовать на о все-таки качестве качестве процесса и в данном случае прирост уровня захвата радиофарм препарата свидетельствует злокачественной злокачественности и на биопсии мы видим что да действительно здесь данный карцинома ну вот по данным такого большого исследования значит в выявлении злокачественно солитарного узла легкого чувствительность компьютерной томографии ниже чем позитронной эмиссионной томографии но специфичность у компьютерной томографии выше а при позитронной эмиссионной томографии специфичность достаточно показывает низкие цифры опять же потому что безусловно позитронная глюкоза не является тумаротропным радиофарм препаратом показывает по большому счету так скажем гликолитическую активность образования и в основном ошибки чувствительности связанные с образованиями меньше сантиметра медленно растущие образование карциноиды наличие диабета у пациента ошибки специфичности связаны в основном с наличием вот гранематозного поражения гранематоза организующийся понимание и туберкулез безусловно и предыдущим докладчикам совершенно верно было отмечено что конечно же пэд с глюкозой крайне сложно себе представить в виде дифференцирующего метода между туберкулемой да и периферической злокачественной опухолью видите да вероятность сложно положительно результат составляет 90 процентов данном случае такой же пример до туберкулема верхней доли периферический рак нижней доли можно говорить об относительном до уровне захвата первичным но это тоже такие цифры которые не получают на больших исследованиях подтверждение какие же пути обхода в целом существует низкой специфичности применения в тур глюкозы значит но это как я уже ранее говорил метод отсрочного сканирования следуем с глюкозы и применение других радио фарм препаратов не захватываемых при так называемом воспалении захватываем при злокачественном процессе но вот так скажем здесь демонстрируется то что при злокачественном процессе уровень захвата радио фарм препарата все-таки будет иметь либо фазу плато либо будет при отсрочном сканировании показывать увеличение нежели при доброкачественном или воспалительном процессе до такой точки зрения достаточно долго придерживались и и мы сами многие исследования проводили но но здесь также вот иллюстрируется пример да что вот при табриколезе при отсрочном сканировании через 120 и 180 минут до мы можем повысить на специфичность выявление злокачественных образований порядка 10 процентов но тем не менее периодически возникают все-таки вот такие примеры которые демпингуют до методику отсрочного сканирования вот пример хронического неспецифического спаления и при отсрочном сканировании образование показала рост захвата радиофарм препарата эта ситуация была трактована как злокачественная но в результате это казалось хроническим воспалением ложный результат и различное применение различных радиофарм препаратов но вот данном случае представлены исследования с метионином да значит мы получаем чуть более высокие цифры специфичности при использовании метионина но не такие высокие цифры чувствительности поэтому мы не можем однозначно говорить о его замене ну и на тем более применение радиофарм препаратов на основе 11 углерода безусловно будет ограничивать вообще применение препарата потому что да период полураспада насколько значит помним 11 углерода 20 минут что не позволяет доставить от радиофарм препарат удаленному сканеру поэтому использование препарата ограничены безусловно значит вот другой препарат 18 втор тимидин при ночегом туберкулезе также показывает да вот здесь вот захват при использовании глюкозы есть небольшой стрелочками показано а при использовании 18 втор тимидина его нету то есть здесь препарат более специфичный оказался но вот пример когда при вторглюкозе аденокарцинома левого легкого определяется слева а использование 18 втор тимидина до чувствительность показывает крайне низкую то есть образование вообще не выявлено таким образом достаточно сложно сейчас можно говорить о том что какой то есть более так скажем препарат универсальный позволяющий с более четкой ясностью дифференцировать злокачественное незлокачественное поражение легкого путем вот такого вот перебирания радиофарм препаратами для стадирования по n-критерию но и эту схему уже мы видели да очень важно безусловно определиться нет ли поражения с конкретно касаясь тот с раком легкого на контрлатеральной стороны потому что да это безусловно переводит переводит пациента в другую категорию в отношении ради к радикальности лечения и конечно же здесь метод позитронной эмиссионной томографии показывает себя с такой достаточно успешной стороны потому что вне зависимости от размера лимфатического узла его форма мы по уровню захвата радиофарм препарата на можем говорить о поражении лимфатического узла вот как в данном случае у пациента периферическим больного периферическим раком определяется поражение лимфатических лимфатических узлов с и пси латеральной стороны да и мы видим захват радиофарм препарата и вот мы видим захват радиофарм препарата позитивный практически не увеличенным бронхопульмональным лимфатическому зле контрлатеральной стороны но и у этого же пациента да вот определяется такая картина при режиме сканирования всего тела поражение мелких лимфатических узлов которые но если бы мы делали монокомпьютерную томографию да даже с контрастным усилением то скорее всего вот эти лимфатические узлы были бы не определены как пораженные и ну вот тоже данные разные исследований да вот мы можем говорить о том что достаточно высоко повышаются цифры выявления пораженных лимфатических узлов при применении позитронной эмиссионной томографии особенно вот при срочном сканировании да причем показывают достаточно высокие цифры и чувствительности и специфичность это вот если мы говорим о появлении пораженных лимфатических узлов ну и как пример да здесь также так как если они проводятся в режиме холлбоди да в общем то появляется возможность и стадирование по всем трем критериям дальше коснусь ну безусловно конечно мы очень часто можем видеть так называемые но даже при компьютерной томографии невидимые да в кавычках метастазы которые при к тем и совершенно не визуализируемые при позитронной эмиссионной томографии они становятся визуализируемыми но безусловно метастазов головной мозг конечно же не прерогатива пэта с глюкозой потому что связи с очень высоким фоновым захватом радио фарм препарата корой головного мозга да мы только вот в таких случаях когда очень большой перифокальный отек можем говорить о том что это метастатическое поражение конечно же это прерогатива магнит резонанса томографии также очень хорошо себя зарекомендовала совмещенный пэта с глюкозой в в оценке лечения рака легкого да это уже наши данные вот здесь было порядка 500 больных проанализировано и из них почти 100 человек больных раком легкого мои мы получили вот такие данные о рецидиве вероятности рецидива рака легкого да когда мы видим такой таблицы корреляции когда мы видим наличие узлового образования в зоне ранее выполнена оперативной мыши с уровнем с высоким уровнем захвата радио фарм препарата когда мы видим увеличенные лимфатические узлы также за с высоким уровнем захвата радио фарм препарата и когда мы видим интимную связь с средостением прорастания образования также с уровнем захвата радио фарм препарата да вот эти вот три признака имеют очень сильную корреляционную связь с наличием рецидива пример да когда у данного пациента была достигнута ремиссия да и были невысокие цифры захвата радио фарм препарата и через шесть месяцев до мы видим рецидив опухоли и опять же если мы будем сравнивать отдельно используем кт-пт-пт-кт выявлены локального рецидива рака легкого то пэт-кт суммарно показывает очень высокие цифры и чувствительности и специфичности ну и безусловно при планировании лучевой терапии ну для нас это надеюсь недалекое будущее да безусловно возможность пэт-кт визуализирует собственно участок опухолевого роста да дает возможность значительно снижать общий объем облучения и более точно его проводить его топическую диагностику таким образом я еще раз хочу вернуться к тому с чего начал до достаточно высокие результаты пэт-кт очень высокие результаты пэт-кт в диагностике рака легкого показывают в диагностике салитарного узла легкого при н.м. стадирование рака легкого контроли лечения рестадирование и безусловно в планировании лучевой терапии благодарю за внимание удачи ваше да 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 да